Всем привет, мои хорошие! С вами Айка Эмили. И сегодня я снимаю для вас очередное новое видео. Сегодня у нас будут макароны по-флотски, как мама в детстве их называла. Но точное название этого блюда вы можете найти на нашем кулинарном канале, который называется iCook. Ссылочка будет в инфобоксе. Там рецепт, как мы все это готовили, сколько всего здесь. Выглядит очень аппетитно. Это специальные такие вермишельки. Внутри здесь есть дырочка. Они как трубочка, здесь еще мясо. Обожаю мясо. Мои любимые брокколи. Что может быть вкуснее? Кстати, часто в комментариях меня спрашивают, как правильно готовить брокколи. У меня мама предлагает вообще снять отдельное видео, но мне кажется, это настолько просто. Я говорю, маме, что там снимать-то? Мама предлагает заснять это. В общем, я думаю, в ближайшее время будет на айкулке. Не знаю, смогу ли все съесть или нет. Но я очень голодная. Встала, пошла на работу. Мой двоюродный брат поехал в Россию. У него там дела. Касательно фирмы и так далее. Поэтому моя работа, можно сказать, удвоилась. Удвоилась, да. Может быть, не смогу так часто снимать видео, потому что в последнее время я вообще как сумасшедшая. По два видео в день. Наверное, больше так получаться не будет. Либо мне надо на работе сидеть, снимать мукбанки. Если я смогу выполнять всю свою работу дома, то, скорее всего, мукбанки тоже буду снимать. Вот. Но если придется мне быть там, то, скорее всего, в день будет одно видео. Может, даже не каждый день. Я просто, на самом деле, так приучила свою аудиторию. Если сейчас я не буду снимать каждый день, мне кажется, вы будете очень скучать. Вообще, что касается мукбанков, мне кажется, они должны быть почаще, чем обычные видео, видео других блогеров. Вот я сама по себе беру, да. Я все равно бы это стала кушать, правильно. Почему бы не заснять? Сижу, болтаю с вами. То есть, времени уходит не очень много. Здесь у нас сок. Это ананасовый. Я обожаю просто ананасовый сок. Это один из моих просто любимых. Он у нас от ВИТО. Реклама. Многие мне, кстати, в комментариях писали, это не ВИТО, а витамин. Но вы путаете, наверное, с российским каким-то витамином. Это производство, если я не ошибаюсь, Азербайджан. Вот. Так, перейдем к вопросам. Знаете, вопросов было очень много. Последнее время подписчики прям задают вопросы в комментариях. И я скриню, когда мне нравится вопрос. Лайкаю его и уже в следующем видео отвечаю. Вот. Как-то так. Так. Мясо как хорошо обжарено. Вы просто посмотрите. Ответь, пожалуйста, на вопрос. Долго ли ты набрала первую тысячу подписчиков? Спасибо, когда видео с голубцами. Голубцы пока что не знаю даже. Пока что в планах нету. А насчет тысячи подписчиков я набрала очень быстро. Где-то, наверное, за три месяца. Вот за три месяца. Мне кажется, если у вас очень долго не набираются подписчики, лучше попробовать себя немножко в другой сфере. Например, вы снимали про косметику. Попробуйте снять влоги. Если вы снимаете про еду и как-то не прет, грубо говоря, да, попробуйте что-то другое. По идее, это делают вот так вот. Просто я не уверена, что с вот этими получится так. Например, сейчас в Ютубе такое правило, что за год ты должен набрать тысячи подписчиков. Если в течение года ты, например, набрал 500 и начинается уже в следующий год, то уже за этот год ты должен набрать тысячи подписчиков. И если в течение года у тебя это не получается, топчешься на месте. Это чтобы стать уже партнером Ютуба. Вот. Знаете, если ты снимаешь что-то интересное, то по-любому на тебя будут подписываться. Я сначала первый свой канал. У меня раньше тоже был канал. Он был на азербайджанском языке. Я решила снимать на азербайджанском просто потому, что я думала, что уже в России очень много блогеров. И как бы все ниши уже заняты. И я была в чем-то права. Начала снимать на азербайджанском. И, кстати, все очень хорошо шло. Но в какой-то момент я просто не знаю, что-то внутри меня щелкнуло. Я решила больше не снимать. Хотя все шло очень хорошо. У меня было около 500 подписчиков. Буквально там за полтора-два месяца. Люди писали хорошие комментарии. Хотя, знаете, я не особо так прям хорошо разговаривала на азербайджанском. Я радовалась, что все идет хорошо. Но в какой-то вот день у меня иногда бывает какой-то бзик. А я просто проснулась и все нафиг удалила. Да. Это было где-то, наверное, года четыре назад, когда я училась на первом курсе. В какой-то степени я немного жалею об этом. Но все-таки азербайджанский язык мне давался очень тяжело. Я не могла хорошо выразить свою мысль. Плюс как бы меня смотрели и не только мои одногруппники, но и, например, Адсектор. Мне очень нравилось то, чем я занимаюсь. И вроде бы, знаете, одно делал кто-то мне что-то плохое сказал. Как-то меня обозвал. Я решила удалить свой канал. Нет. Просто в какой-то момент мне это все надоело. Очень быстро причем. Если ты начал снимать видео, там взаимная подписка. Или, например, показать свои видео своим родственникам, знакомым, друзьям. Может быть, кто-нибудь да будет тебя смотреть. Не обязательно, мне кажется, чтобы у тебя была большая аудитория. Я знаю блогера, бьюти-блогера, да. Я смотрю у нее видео пятилетней давности. И у нее около пяти тысяч подписчиков за пять лет. Может быть, она какое-то время не снимала. Я не знаю, там же я не следила за ней в течение этих пяти лет. Но факт. Человек снимает на протяжении уже пяти лет. Так мало подписчиков. Но, знаете, может быть, да, в глубине души ей хочется больше подписчиков. Но ее и так, и так устраивают. Все. Вот мне, если честно, абсолютно искренне говорю, что вот я наберу сто тысяч. Мне, в принципе, больше и не надо. То есть, как бы, может это как-то глупо звучит, да. Как бы, цель достигнута. Цель достигнута. Я вот все стараюсь, стараюсь, все снимаю, снимаю. На каждом видео по 200 просмотров, зато видео выходят через день. И как-то со стороны, может, даже это глупо смотрелось, что у человека, по большому счету, нет аудитории, а он все снимает и снимает. Следующий вопрос. Мира Белла задает. Айка, веришь ли ты в любовь на расстоянии? Если познакомилась в интернете, понравились друг другу, но при этом, живя в другом городе, ни разу не виделись. Вообще, любовь на расстоянии, это тема, которая мне близка, потому что на данный момент мой парень тоже, то есть, не здесь, в другой стране, а вот. Но у нас не было такого, что мы познакомились через интернет. Мы познакомились, когда он был на каникулах здесь, то есть, лето. Я его много раз видела в жизни. А если вот так вот чисто знаете по интернету, никогда не говори никогда. Вот видите, они не накручиваются. Сейчас в комментариях будут писать, что ты неправильно их кушаешь. Их невозможно вот так, потому что они круглые, и внутри здесь есть такая дырочка, они как шланг. Вот. Я изначально знала, что он уедет, что он учится и все такое. Но я знала, что у него последний курс, и он скоро закончит и приедет, поэтому это для меня не было, знаете, таким испытанием. А другое дело, ты не знаешь, когда-нибудь он приедет или нет. Вот просто общаешься, и не знаешь, когда-нибудь вы увидитесь или нет. Но если оба хотят этого очень, то почему бы нет? в конце концов сейчас подсап, видеосвязь, скайп, столько возможностей. И человек не видит отсутствия этого человека, то есть не чувствует это. блин, что же такое, все валится. Поэтому как-то так. У меня была подруга, вот она встречалась с парнем, с которым никогда в жизни не виделась. Он американец, жил в Америке. и они просто общались. Потом он один раз приехал, они увиделись, и что-то ей не понравилось в нем. Я уже не буду говорить там, знаете, моменты. Все-таки менталитет, разные взгляды на жизнь немножко сыграли роль там. У нас, например, принято, что в компании, например, сидят три девочки и два парня. Может, даже они ни парень, ни девушка, да, между собой. Всегда платит мужчина. Или, например, парень с девушкой идут в какой-то ресторан. Обязательно платит парень. Ну, просто не может быть такого варианта, что 50 на 50. Я никогда в жизни здесь, в Азербайджане, это не видела. То есть здесь как бы такое отношение к женщинам, что вот ты должен и все. А этот американец, он был немножко, знаете, таких европейских взглядов на жизнь. Они куда-то шли. Он один раз платил, два раза. Потом я ей говорил, что Азиз, давай, плати ты. И было это так удивительно, что как это? Я должна за что-то платить? Для нас это немножко дико, потому что мы воспитывались немножко по-другому. Вот. Не то, что в ресторане заплатить. У нас девушки настолько разбалованные, что все твои проблемы должны решать его. В этом плане здесь у мужчин хорошо. У них даже не возникает такой вопрос, что а почему я каждый раз? Вот почему? Даже элементарно девушка заходит с парнем в магазин, ей надо что-то купить, уже должен заплатить парень, если он джентльмен. Вот такие моменты у них немножко возникли разногласия, так скажем. Многие почему-то ошибочно предполагают, что я никогда не видела своего парня, что мы познакомились через интернет и вот так вот общаемся виртуально. Наверное, вот так вот я бы не смогла никогда не видеть человека. Понять невозможно по переписке. Не знаю, у нас в Азербайджане парни такие, что когда они любят девушку, они вот прям хотят вот что-то для нее хорошее сделать, да? Мой, когда был здесь, мне надо было, например, насчет рекламы кое-что забрать, не знаю, там. Он всегда рвался, что давай я сделаю, давай я сделаю. А сейчас, например, он далеко, и у нас с ним в часах разница 3 часа. Например, у них время 10, у нас уже час ночи. И мне всегда трудно вставать по утрам, для меня это вообще целый стресс. Вот, и он мне всегда говорит, что давай я позвоню, тебя разбужу. Я говорю, да блин, когда у нас 8, у вас 5 часов ночи. Вот ты будешь сейчас вставать в 5 часов ночи и мне звонить, чтобы меня разбудить. И это настолько мило. Он ставит будильник. Встает в 5 часов ночи и мне звонит, чтобы меня разбудить. Нет, потому что там на работу, все дела отролевали. Я обожаю всякие такие, знаете, телячьи нежности. Мне это кажется безумным милым. Вставать каждый раз в 5. Я даже ему говорю, что не надо. То есть, с моей стороны, это немножко эгоистично. Я не думаю о нем. Но с его стороны, это вообще очень мимимишно. Как же это мило. Эхо очень тяжело кушать. Брокколи, любимая. Я здесь подготовила Ну, блин, это все настолько вкусно, что можно и без этого всего. Кстати, как вам, ребята, мой образ? Я специально надела вот этот вот ободочек. Я в комментариях обнаружила, что много кто пишет мне комплименты, что мне идут вот так вот собранные волосы. Я даже подумала над тем, чтобы прикупить еще пару ободочков. Вы меня очень мотивируете. Вот эти вот ободочки я когда покупала, я взяла 4 штуки, 2 фати. У фати есть точно-точно такая же. И еще 2 золотые. Вот золотые никак не могу найти. Вот прям перерыла весь дом. Нигде нету. Сто пудово у меня есть домовой. Что ж все валится, а? Мы с Фатей не поссорились. Все замечательно, все отлично. Просто в последнее время особо нету времени, чтобы снимать уместные видео. Ничего более. вкусняши просто. Наверное, со стороны это не очень красиво выглядит, как я ем. Как хрюшка. Я увидела в ютюбе видео, как свинья кушает. А то хрюшка-то кушает. Я такая отправляю своей подруге и говорю, смотри, мой коллега. И она такая говорит, ну что это за фраза? Ну ты что, свинья что ли? Зачем ты так говоришь? Я говорю, ну блин, шутка, да? Иногда, когда я вижу, как животные кушают, и люди это снимают, это настолько мило. Есть одна собачка, канал называется Dog ASMR. Как это мило, ребята. Видела, как зайчик кушает. Неудобная вилка. Знаете, как хочется взять вот так вот рукой и в рот засунуть. Следующий вопрос. Вот одна девушка, ее зовут Юлия. Она рассказала свою историю, как ей муж изменил. У нас была родственница Царства Ей Небесное. Сейчас вообще за столом такое говорить даже не стоит. Но я просто вспомнила, после того, как Юлечка ты рассказала свою историю, я вот вспомнила эту историю. У нас у бабушки была двоюродная сестра. Она пришла домой, прям как в фильмах. Она должна была уехать куда-то или что-то, в общем, по работе куда-то должна была уехать. Так получилось, что на работе вместо нее кто-то другой поехал в эту поездку и она вернулась домой. И когда она вернулась домой, она обнаружила своего мужа в постели с другой девушкой, представляете? И как говорят, ну я не знаю там, я там не стояла, не была. У нее была очень странная реакция. Она не стала ни кричать, ни выяснять отношения, не пошла за ножом, ничего. Просто встала, как вкопанная и стоит, вот так вот смотрит. И они жили на пятом этаже. И во дворе был асфальт. Она пошла в соседнюю комнату, закрылась в этой комнате. Может не знал просто, что делать. Решил выпроводить эту даму. Начал стучаться в дверь к своей жене. А она уже бросилась. Представляете? Бросилась из-за того, что муж я изменил. Она просто очень сильно его любила. Но из-за какого-то человека, который тебя обманул, тебя предал, бросался. Глупо. Вообще не обдумано. Что вы думаете? Прошло около четырех лет. Может, чуток побольше. Он женился, сейчас счастливо живет. Все круто. Чтобы совесть мучила, чтобы там... наша родственница как раз таки хотела, чтобы его совесть мучила за то, что произошло. Но нет, я думаю, что у таких людей просто нету совести. не хотелось бы на такой грустной ноте заканчивать, но все же видео получается супер длинным. Поэтому я уже закругляюсь. Всем желаю приятного аппетита, удачного дня. Если вы тоже кушали вместе со мной, то обязательно ставьте лайки и подписывайтесь на мой канал. Всем желаю удачного дня. Всех целую. Всем пока.